сейчас у нас будет откровенный разговор тема очень неприятная, на эту тему говорить очень тяжело да ладно друзья, на эту тему может быть говорить реально тяжело но на эту тему надо поговорить я постараюсь преподнести ее как можно более легче чтобы сильно никого не нагружать привет друзья, если вы только присоединились ко мне то меня зовут Валера приехал я в Америку из замечательного сибирского города Омска и живу я в штате Пенсильвания уже 7 лет выехал в новый рейс и направляюсь я из Нью-Джерси во Флориду в район города Темпа побережье Мексиканского залива западное побережье Флориды кстати, если вы ничего не знаете о моем родном городе Омске то можно поиграть в интересную игру берете в гугл, вводите например дату своего рождения или дату рождения, ну день рождения своих друзей, родственников например там 25 июня набираете в гугле 25 июня, затем набираете в Омске и в итоге прочитайте, напишите мне в комментариях, что получилось я уверен, что будет весело смотрите друзья, где я проснулся нахожусь в Южной Каролине если ты едешь по нормальному графику и паркуешься поздно вечером то на нормальных тракстапах, таких знаменитых как Пайлот, Флайн, Джей, Лавс ты скорее всего не найдешь паркинг поэтому вот я нашел такую заправочку без асфальта потом люди вот уже понаехали, кто-то уже уехал пораньше видимо кухни соблюдает очень тепло и сыро, как на Венере здесь кафе уже открыто, люди сидят кушают кафе уже работают, Южная Каролина попробуем сегодня арахис нет, снова взял с собой кучу еды сегодня пробовать не буду суп из арахиса и орехов итак, мои косяки за два года работы на траке о, первый косяк первый косяк, не научился нормально снимать видео в свободное от работы время будем снимать как есть 27 июля 2018 года я получил свой commercial driver license свое водительское удостоверение которое мне позволяет управлять тягачом с прицепом управлять грузовым видом транспорта с прицепом CDL Class A commercial driver license Class A и 27 июля 2020 года исполнится ровно два года с того момента, как я занимаюсь этой работой в данный момент я работаю водителем на компанию ошибки в этой работе очень обычно серьезные я всем вам желаю ошибок допускать как можно меньше а если вы допускаете ошибки чтобы они были как можно более мелкие без особых последствий главное без последствий для вашего здоровья и здоровья окружающих людей основные косяки пришлись на первые мои два месяца работы когда я пошел в самую первую компанию я вообще ничего не понимал я ездил в Америке всегда на легковой машине и в основном от дома до работы ну иногда на океан, иногда куда-то отдыхать об устройстве дорог, о структуре о том, как вообще что происходит как устроены заправки, где надо выезжать где нужно заезжать то есть ни о чем, ни о какой траковой жизни понятия я не имел тогда, когда я получил commercial driver license многие люди до этого работали на спринтере до этого работали на пикап траки до этого работали на бокс траки и они уже перевозили какие-то грузы они уже имели представление об Америке а потом сели на грузовую машину даже, например, если они были водителями такси до этого я пошел учиться на водителя грузовика будучи абсолютным нулем с чистого листа когда меня взяли на стажировку в самую первую компанию я начал стажироваться я вообще, для меня это было полным шоком в самом первом рейсе приезжаем на загрузку паркуемся на док, на склад парень, который меня учил говорит там, смотри зеленый свет, красный свет короче, я не понял на какой свет можно отъезжать на какой нельзя отъезжать то есть мы стоим жара для меня работа новая я ничего не понимаю сажусь за руль смотрю в зеркало свет красный думаю, все значит, загружать закончили свет красный все, от дока надо отъезжать зеленый свет, значит, загружаемся красный, значит, все отъезжаем у меня было такое понятие когда я поехал первую неделю в жизни на работу запомните, друзья красный свет, стоим зеленый свет, едем я думал так, что зеленый свет, загружаемся красный свет, все закончилась закончена работа красный, все вот такой был косяк то есть я отъехал но, слава богу, там никто не загружал еще, то есть мы недавно подъехали работники склада выбежали и сказали, что больше так делать нельзя Первый день на работе, окей, хорошо. В самой первой компании я проработал эту неделю. Я понял, что парень, который меня учил, учить меня не хочет. Я понял, что траки старые, трейлеры старые, отношение к водителям не ахти, выживай как можешь. И сразу неделю я отстажировался, вернулся домой и понял, что в траковой жизни я больше участвовать не буду. И работать трак-драйвером я вряд ли вообще смогу. Очень люблю такие места с местным колоритом. Парни, которые работают в Европе и в России, меня постоянно спрашивают, а тебе не страшно останавливаться? Вот не знаю, слава богу, пока такой ситуации нет, как в Европе и России, но останавливаться реально не страшно. Хоть это большие тракстапы, хоть это вот такие маленькие места, какие-то заправочки или где-то это вдоль дороги. Но я не знаю, в Америке я не слышал таких случаев, чтобы кого-то ограбили, слили солярку, вскрыли трейлер. Я уверен, что это бывает, но это бывает очень редко. То есть полиция в США работает. И в принципе, кроме этого, любой человек в Америке может оказаться с оружием. Поэтому нет такого, что люди прямо в наглую лезут воровать, как вот мне пишет товарищ. У меня есть подписчик, который работает, возит Амазон в Европе. И вот он пишет, мне такие ужасы, мне просто в страшных снах иногда снится. То есть, что ты остановился и выходишь там, чернокожие братья уже лазают вокруг. Ты их выходишь шугать, и они не боятся ни полиции, ни тебя. И когда ты говоришь другим водителям, что давайте объединимся им там, наваляем, все водители сидят по местам, и никто не выходит. Я вообще не знаю, как это такое может происходить. Это такой бардак, это просвещенная Европа, и слышать это, конечно, прискорбно. Нахожусь в городке Флоренция, Флоренс, Саус Карлайна. Наверное, многие знают уже, что в Америке названия в основном заимствованы. Заимствованы или у местных индейцев, или уже в мире, взяты где-то в России, в Европе, в других странах. Поэтому сейчас я во Флоренции, Южная Каролина, и я как минимум знаю еще две Флоренции. В Кентакии и в Нью-Джерси. Очень многие названия здесь те же самые, которые мы уже знаем по Европе, России и так далее. Например, Санкт-Петербург во Флориде, Москва в Пенсильвании. Работники FedEx и UPS прочухали это место, что здесь много свободного, так сказать, паркинга. И они здесь меняют трейлеры. Видите, трейлер отцепил человек, поехал. Вон он, поехал. Другой приедет сюда, прицепит. Видите, это дабл-прицеп FedEx. И дальше стоит там UPS. То же самое с UPS. То есть они не любят, естественно, тракстапы, на которых нужно парковаться задом. Они могут проезжать с этими дабл-прицепами. В основном они заезжают только вперед, как есть. И все. То есть вперед протягиваются, отцепляют, другой приезжает, цепляет. Вон он запарковался, пойдет сейчас отдыхать. Здесь кафешечка приятная такая, с деревенской обстановкой. Хотя американская кухня достаточно однообразная. Но пахнет приятно, потому что там жарят ветчинку, бекон, яйца, свежие бейгелы различные, бургеры, круассаны делают. Ну, в Америке такая готовка, конечно, не на особо высшем уровне, да? На простом таком. Тяп-ляп, быстренько состряпали и полетели. Но иногда бывает приятно. Особенно после карантина. Мои друзья, которые ездят по Южным Штатам, говорят мне, что уже во Флориде, в Техасе, уже они вовсю ходят по ресторанам, жрут стейки и так далее. То есть для меня это шок, потому что сейчас люди уже соскучились и отвыкли от вот этих простых вещей, которые всегда были рядом. Очень хочется просто пойти в какое-то любимое кафе, любимый ресторанчик. Ну, думаю, скоро все наладится. Что я рекомендую иметь в траке? Пылесос, который включается в гнездо прикуривателя. Делаем уборочку, и у нас будет чисто. Купил щетки вот такие. Моя пришла в негодность, видите, там резинка вылезла, болтается. И сейчас поставлю. Смотрите, вечер во Флориде. Подхожу к лавочке, чтобы посидеть. А? Маленькие ящерицы повсюду. Ой, сколько их. Как в Мексике, короче. Здесь недалеко залив. Здесь нету такой духоты жесткой. Рестерия, пальмочки. Там уже видно, вон работники наводят порядки на территории. Приятно проснуться в таком месте. Еще я нормально поспал, никто не шумел рядом. И торопиться пока никуда не надо. Круто. Валер, настало твое время. Ну, потом успокоился пару дней. Позвонил там по знакомым. И очень быстро нашел своего хорошего товарища, который работал уже к тому времени на траке около пяти лет. И пошел работать с ним. Он меня отстажировал. Две недели он улетел на родину в Украину. А я продолжал работать на его траке в течение двух месяцев. Вот это были самые два месяца жирные, самые два месяца моих жирных косяков. То есть я начал работать. Сначала я работал супер, гипер аккуратно. Потом хоть чуть-чуть начал привыкать. Но там были... Чуть-чуть начал привыкать. Но это были те времена, когда локбуки были еще резиновые. Поэтому ехать надо было столько, сколько есть сил у опытного водителя. И сколько не было сил у неопытного водителя, которым являлся я на то время. Поэтому я тогда только учился ездить и умел ездить и днем. Если я ехал ночью, то я габаритов машины не видел в зеркала. Видеть было тяжело. Ночь, спать, охота после того, как день уже промотался. И габаритов машины я, как я сейчас понял, нифига не ощущал нормально. Поэтому самый серьезный косяк... Сейчас я вам даже покажу. Кусочки видео я записал тогда. Самый серьезный косяк, это когда я пытался дотянуть побольше, проехать за день побольше. В тот день, не знаю, проехал я около 800 миль, наверное. Локбук, естественно, двигали. И когда я уже начал парковаться, до этого я как раз где-то за час разговаривал с женой. Она мне говорит, слушай, ты что-то какой-то никакой уже. Давай паркуйся спать. Я говорю, хорошо, сейчас я часок уже доеду. Вот у меня там тракстаб где-то впереди есть. Часок доеду и буду спать. Вот этот часок оказался лишним. Если вы чувствуете себя плохо, если вы чувствуете, что вы засыпаете, если тем более вам кто-то говорит, что вы уже не совсем в адеквате, лучше остановитесь, выключите телефон, забейте на все. Ну, по этой теме видео уже море. То есть вы знаете. Ваше здоровье и ваша ответственность за трак и за груз и за все, она лежит полностью на вас. Поэтому то, что вы опоздаете, это одно. А то, что вы что-то натворите, это уже совсем другая ответственность, совсем другие происшествия. Поэтому я протянул еще часок, заворачивал на тракстаб, чтобы запарковаться, найти место поспать. Естественно, так как я протянул часок, мест на тракстабах уже не было. Я прокрутился на тракстабе. Этот был тракстаб Лавс в Арканзасе. Прокрутился на Лавсе, и там было напротив от тракстаба Лавс, через дорогу, еще такой маленький непонятный паркинг, такой свободный. Я поехал на тот паркинг. И когда я с того паркинга выезжал, не найдя там тоже место, я поворачивал налево, то есть это была моя сторона водительская, я мог бы в зеркало видеть, но я был уже никакой, была ночь на дворе. И я, поворачивая налево, зацепил желтый столбик. Знаете, вот эти желтые столбики, такие металлические на тракстабах. Зацепил этот желтый столбик. Вез я рефрижератор, загруженный полностью около 40 тысяч паундов. То есть трейлер очень тяжелый. При соприкосновении с чем-то машина мощная, и при такой тяжести и такой силе просто я снес этот столбик. Диск полностью разорвал, покрышка с диска слетела, и вся вот эта колесная пара, которая находится на трейлере, она вся сместилась. Вот вам видео, как меняли колесную пару. целую ночь не спал. Я сначала пытался урегулировать это, заплатить самому за все, чтобы никто не узнал об этой проблеме. Потом, когда понял, что эта проблема настолько огромная, что это целая колесная пара, целая вот эта каретка, которая ездит по трейлеру, и она вся погнулась относительно трейлера, относительно полозьев. И трейлер не может ехать прямо, и выровнять ее невозможно. То есть нужно просто всю эту штуку снимать и ставить новую. Все колеса перекидывать, живые, диск разорванный, естественно, поменять. Я пытался урегулировать этот вопрос. Ехал на один тракстап, на другой тракстап. Нигде никто не мог мне помочь с ремонтом. Смену я проехал. После смены ночи я не спал. Я уже ничего не соображал. Боялся. У меня руки тряслись, потому что это была моя первая в жизни такая серьезная проблема. И я не мог ее урегулировать. И я видел, что она выльется в тысячи долларов. А я только начал работать. Денег у меня еще не было. Я вот свежий зеленый работник с мечтами о том, что когда-то что-то наладится. Это, честно говоря, был для меня вообще жесткий шок. Я звонил всем. Я там трясся. Я думал, что снова не буду я работать больше в этой сфере. Что это не мое. Что я ничего не умею. Что я ничему не могу научиться. Я уже к тому времени, наверное, не знаю, месяц, наверное, я уже покатался к тому времени. Короче, вот так нашел я ребят. Естественно, хозяин той фирмы, в которой я работал, не нашел мне никакой помощи. Я звонил сам по всем сервисам, искал помощь. То есть я заезжал на ЛАВС. Они отказали. Я заезжал на ТА. Они смогли поменять только диск. Сказали, что эту целую колесную пару менять. Это надо груженный трейлер поднимать. Или трейлер разгружать. Вызывать траковый эвакуатор и перегружать куда-то трейлер. Легкий трейлер поднимать, менять тогда. Короче, там такого наговорили мне. В итоге я нашел рядом с Тракстапом ТА. Была организация. Тоже мне подсказали телефон этой конторы в сервисе Тракстапа Трейл Центрсов Америка. В сервисе на ТА. Мне подсказали телефон компании, которая занимается ремонтом траков. И ребята из этой компании уже приехали такие. Это был Арканзас. Деревенские парни такие. Они сказали мне буквально отъезжай. Вот там рядом стоят частные дома. Отъезжай туда. Вот там есть какая-то площадка не асфальтированная, а просто около чьего-то дома. Заезжай на ту площадку. Подогнали траковый эвакуатор. Подняли груженый полностью трейлер. Привезли где-то, купили с разбора эту колесную пару. Сняли мою, поставили свою, перекинули мои свежие колеса. Все это отбалансировали, отрегулировали. И тогда уже я поехал. Обошелся этот ремонт в районе 6 тысяч долларов. Про те проблемы, которые у меня были потом с компанией насчет выплаты этих денег я рассказывать не буду. Из той компании я ушел и в той компании я больше не работаю. Та проблема была естественно обоснована и моим косяком, и тем, что меня напрягали ехать, нарушая локбук. И, короче, множеством факторов. Но, естественно, нужно было учитывать тот фактор, что я еще был неопытный. И этот фактор должны были учитывать все. И я, и компания. Уже компания небольшая. Я имел контакт напрямую с хозяином компании. То есть он был диспетчером и хозяином. И мы постоянно все обсуждали. Он знал, что я пришел на работу вот только-только, только свеженький. Я довез этот груз и все, из компании ушел. Еще один был косяк, когда я уже потом на нервах в том же рейсе, после того, как мне это отремонтировали, когда я на выгрузке зацепил зеркалом, когда парковался на стоящих рядом трейлерах, зацепил рефрижераторный трейлер своим зеркалом. Ну, естественно, трейлер металлический, ему ничего не случилось. Я просто сломал зеркало себе не боковое, а зеркало переднее, которое на капоте. Еще один раз у меня был случай, когда у меня сместился груз и рассыпались киви, которые я вез. У меня есть видео об этом, о том, как нужно фиксировать груз, о том, что случилось, если у вас проблемы с грузом. Я под этим видео оставлю ссылку на тот ролик, который был один из первых моих роликов на ютубе вообще про дальнобой, когда я только начал работать. И вы посмотрите этот ролик. Этот ролик о том, какие бывают проблемы с грузом и что делать, если у вас не приняли груз, если у вас груз рассыпался, сместился, поехал. Если этот груз пытаются повесить на вас, об этом у меня есть отдельное видео, ссылку на которое я вам оставлю в описании к этому ролику. То есть это тоже, я считаю, как раз один из косяков во время первых месяцев работы. Смещение груза и то, что не приняли груз, то, что я зацепил трейлером желтый столбик, не рассчитал радиус поворота, то, что я зацепил зеркало, вот эти все происшествия, это было в первые мои 2-3 месяца работы примерно. Потом уже, когда у меня был опыт около года, еще один раз я выезжал и я сделал слишком сильный угол поворота и слева от меня парень парковался. То есть он видел, что я выезжаю, было очень тесное место, очень тесный склад. Он видел, что я выезжаю и несмотря на это он начал все равно заезжать, парковаться. Впереди места вытянуться не было, я поворачивал достаточно резко, я когда поворачивал направо, а он заезжал слева от меня на соседний док разгружаться, то я трейлером своим выезжая под сильно резким углом зацепил ему зеркало. Обращайте внимание, сильно у вас резкий поворот не должен быть. Вы должны достаточно вытянуться или вы должны попросить того человека подождать, чтобы он еще и посмотрел, помог вам выехать. Это к вопросу спешки и вопросу уверенности. В траковой работе никакой спешки никогда не должно быть и любое дело вам нужно сто раз перепроверить, попросить кого-то выйти посмотреть самому. То есть здесь косяк реально мой. Впереди было некуда вытянуться, был узкий склад и я посчитал, что мне места хватит и начал просто выезжать. И не обратил внимания, что парень, который заезжает слева, ему было абсолютно по барабану на все и он видел до этого, что я выезжаю, он торопился тоже. Опять же, это все из-за спешки. Это реально мой косяк, я просто выбежал, с этим парнем поговорил, даже дал ему денег наличкой, чтобы компенсировать это зеркало, но он оказался очень добрым, позвонил в свою компанию, сказал, что ему кто-то сломал зеркало, но он не видел кто. Ему сказали, окей, но проблем с тебя никаких денег взято не будет, поэтому он нам сказал, ладно, ребята, я вас прощаю, я тоже поторопился, заезжал и эту проблему мы вот так вот быстро, хорошо и удобно решили, но проблема эта поучительная, это не значит, что нужно дальше впредь так делать и чувствовать себя уверенно. Вот это основные косяки за первое мое время работы. Вчера выехал из Флориды в районе Майами забирал трейлер и успел доехать аж до Южной Каролины, где меня настигла гроза вот в этом живописном месте. На самом деле гроза настигла меня гораздо раньше, но я реально не мог найти, где запарковаться, поэтому я вот здесь стою на обочине, там дальше не Рестерия даже, а там дальше просто паркинг на рампе, то есть на заезде на этот траковый паркинг пришлось припарковаться. И вот видите, ребята, сзади меня уже еще два трака присоседились. Ну, гроза была и дождище страшенную. Я, конечно, не отвлекался, чтобы это поснимать, но просто стеной льет дождь и все вокруг сверкает. Слава Богу, не было сильного ветра. Все было забито, потому что реально все, как начался дождь, все места, просто которые можно было, более-менее комфортные, траки везде сразу залезли и все. На обочинах люди вставали, останавливались просто и включали аварийку и ложились спать. Вот смотрите, наклейка на траке. Траковая компания называется DDT Group, группа DDT. Хозяин, наверное, Юджин Джулианович. Не переключайтесь, потому что в конце этого видео вас ждет розыгрыш открыток по итогам двух предыдущих видеороликов на моем канале. Подведем итог этого видео. Друзья, будьте всегда очень аккуратны и трезвы, но никогда не бойтесь начинать что-то новое. Вы не поверите мне или поверите, но профессионал в любом деле когда-то в этом деле был абсолютным нулем, полным. Так что, друзья мои, без разницы, сколько вам лет, без разницы, чем вы занимаетесь сейчас, если вы хотите каким-то делом заняться, берите и занимайтесь. Не торопитесь, учитесь столько, сколько вам нужно времени, чтобы научиться. Не стадитесь своих поражений, своих косяков. Уберите вот эти понты, которые характерны для нас, для русскоязычных, что мы все должны быть круче и круче, и ни в коем случае никто не должен говорить о своих ошибках. Все это ерунда полная, не стыдитесь своих ошибок, совершайте их, двигайтесь вперед, делайте работу над ними, и все будет у нас классно. Приведу пример. У меня есть подписчик, который машину никогда в жизни не водил. Ни грузовую, легковую машину вообще никогда в жизни не водил. И он связался со мной лично, чтобы иметь возможность проконсультироваться, и спросил меня, что вот я сдал на пермит и пошел учиться на коммершал драйвер лайсенс. Тяжело будет ему? Думаю, очень тяжело. Но сможет он? Думаю, сможет. Попробую узнать, расскажу вам о результатах его деятельности. Может быть, даже получится лично с ним встретиться и записать, чтобы он рассказал свои впечатления, как пойти на водителя грузовика и начинать такую вот жизнь с нуля. Так что, ребята, дерзайте. Я вас ни в коем случае не агитирую в эту профессию, потому что она очень тяжелая, сопряжена с множеством рисков и плюс дома вас не бывает. Сжали волю в кулак и начинайте делать то, что даст вам какой-то трамплин в жизни, что даст вам развитие, что даст вам в жизни перспективу. Только вперед! Очень хочется сделать подарки своим постоянным подписчикам, которые оставляют комментарии под моим видео, продолжают смотреть мой канал и продолжают меня поддерживать каждый раз все дальше и дальше продолжают быть со мной. Поэтому, как я и обещал, выбираем лучшие комментарии. Видеоролик дальнобойная Амазония, Калифорния туда и обратно, шоссе 66. Я решил подарить открытку за комментарии Виктору Антропову. Интересный выпуск. Валера, красивая страна. Коротко, но ясно. И вторую открытку мы дарим за комментарии под видеороликом каникулы в Мексике, часть вторая. Это два последних видеоролика. Два последних видеоролика, которые были выложены на моем канале. Открыточку мы дарим Ольге Коротковой за комментарии. Валерий, спасибо за видео. У меня было другое представление о Мексике. С удовольствием послушала вашу супругу. Чаще давайте ей слово. То есть, вот этот комментарий отметила моя супруга, так как ее поблагодарили. А другой комментарий отметил я лично. И отправляем открыточки Виктору Антропову и Ольге Коротковой. Свяжитесь со мной. Я записываю, Алин. Свяжитесь со мной, пожалуйста, в комментариях, где-то еще в личке или как-нибудь я вам напишу и найду вас в соцсетях или здесь в Ютубе и отправлю вам открыточки. Спасибо огромное. Продолжайте следить за моими видеороликами. Мне это очень-очень-очень приятно и очень нужно. Спасибо огромное. Две открытки уходят нашим двум победителям. Спасибо .